Библейский портал экзегет.ру представляет Пятидесятая глава книги «Бытия», последняя глава этой книги, перевод российского библейского общества, я его читаю для библейского портала «Экзегет». В этой главе ничего особенного. Вообще-то в большинстве мест Библии почти везде. Вот о том, что сказано здесь, описано так. «И умер Иаков, приложился к предкам своим и был похоронен там-то и там-то». Все. А здесь очень подробно. И мы говорили, Иаков, умирая, не хочет, чтобы его хоронили в Египте, хотя это все происходит уже в Египте, а потому что из этой земли им нужно будет уйти, потому что Египет — это не их родина, и, соответственно, нужно будет с ней расстаться. Если там будут дорогие могилы, то сделать это будет гораздо труднее. И он хочет быть похороненным заранее в той земле, которая потом отойдет к израильтянам. Иосиф припал к телу отца и, рыдая, целовал лицо усопшего. Своим рабам-врачам он велел набальзамировать тело Израиля. В Египте бальзамировали умерших. Сорок дней, как положено, врачи бальзамировали тело. И семьдесят дней египтяне оплакивали усопшего. Когда время траура кончилось, Иосиф попросил приближенных фараона. «Сделайте милость, скажите фараону, что мой отец взял с меня клятву. Когда он умрет, я должен похоронить его в Ханаане, в усыпальнице, которую он заранее приготовил для себя. Я прошу позволения пойти и похоронить отца, а потом вернусь». И фараон разрешил идти и похоронить отца, выполнить клятву. Интересно, что он просит через приближенных. Возможно, в ситуации траура он просто не должен входить к фараону. Либо для фараона будет осквернением, если человек, занимавшийся похоронами, войдет. Либо, наоборот, каким-то образом. Иосиф, который уже себя ведет как израильтянин, отдалит от его отца. Этот барьер ритуальный и связанный с чистотой уже присутствует. И помните, как там Иосиф не ест вместе со своими братьями и египтянами, потому что они не едят вместе, египтяне и израильтяне. «Иосиф отправился хоронить отца, и с ним пошли все вельможи-фараоны, и старшие сановники, и все старейшие на земле египетской, и вся семья Иосифа, и все его братья, и весь его род. В земле Гошин остались только их дети и скот». Земля Гошин, где они поселились. То есть, в отличие от исхода, когда они забрали с собой скот, они вернутся. «И колесницы сопровождали его, и конницы, и великое множество народа. Дойдя до гора Натада, что за Иорданом, ну, некоторая местность, точно непонятно где. Они подняли там великий и горький плач. Семь дней оплакивали они Иосифова отца. Хананей, жившие в той земле, увидели трауру Гоанра Натаде и воскликнули, как горько плачут египтяне. Потому-то и называется это место за Иорданом Авел-Митсраем. Авел-Митсраем, то есть плач египтян. Сыновья выполнили волю отца, принесли его тело в Ханаан и похоронили в пещере на поле Махпела, что некогда было куплено Авраамом у Ефрона Хетта как место для погребения, неподалеку от Мамре. После похорон Иосифа его братья и все сопровождавшие вернулись в Египет». Вот еще раз обговорено, что та самая пещера, которую Авраам купил в обетованной земле, первый участок, который отходит к израильтянам, к еще даже не израильтянам, а к Аврааму, как их предку, становится местом погребения всех правдцев. Только Рахиль похоронена особо рядом с Вифлеемом, где она и умерла. Теперь после смерти отца братья Иосифа задумались, а что если Иосиф по-прежнему зол на нас и захочет отплатить за то горе, которое мы ему причинили? Ну, разумный вопрос в их условиях, да, когда они его в свое время продали, предали, и, возможно, перед отцом он как-то себя держал еще в руках, а после-то все. Помните, когда умирал Исаак, то Иаков подозревал, что Исаак его убьет, да, когда пройдут дни трауры по отцу. И они, братья, велели передать его, Иосифа даже личность не боится говорить, как тот с фараоном не хочет. Перед смертью отец завещал сказать тебе, прошу тебя, прости братьям и грех, их вину, то зло, которое они тебе причинили. Так прости же нас, ведь мы рабы Бога отцов твоих. Иосиф плакал, слушая эти слова. Вот нет бы ему тут им еще раз объяснить, как плохо они себя повели, да. Прощение состоялось, а прощение обнуляет было, да. Братья пришли, простерлись перед ним на земле и сказали, отныне мы твои рабы. Не бойтесь, ответил Иосиф, разве я Бог? Вы замышляли против меня зло, а по Божьему умыслу оно обернулось добром. Скольким людям это спасло жизнь? Не бойтесь, я буду заботиться и о вас, и о ваших детях. Этими словами он успокоил и утешил их. То есть примирение – это восстановление того, что было до. Так Иосиф поселился в Египте вместе со всем своим родом. Он прожил 110 лет. Ему довелось увидеть своих правнуков, внуков Ефрема, и взять на колени нарожденных детей Махира, сына Монастеи. Ну, и он готовится умереть. Его просьба почти такая же, как у его отца Якова, но чуть более простая в исполнении. «Я скоро умру», – сказал Иосиф братьям. «Настанет день, когда Бог вспомнит о вас и уведет вас отсюда в ту землю, которую он поклелся отдать Аврааму, Исааку и Иакову». Об этом, конечно, будет следующая книга «Исход». Иосиф взял сынов Израилевых клятву, что когда Бог вспомнит о них, они унесут с собой из Египта его останки. Ровно по той же причине. В Египте они не хоронят значимых для них людей. Наверное, простые могилы там были, людей, которые были дороги кому-то, семейные. Не всех же носили хоронить в Ханаан, это невозможно каждый раз. Но вот те могилы, которые могли бы стать местом почитания умерших праотцев, они действительно либо временные, либо вообще не в Египте. Иосиф умер в возрасте 110 лет. Его останки набальзамировали и положили в гроб Египте. Соответственно, в ожидании того, что они будут перенесены. Какой печальный конец. Все умерли. Книга «Бытия» на этом завершилась. Ну, дело в том, что наша земная биография тоже завершается. Вот про каждого из нас мы можем сказать, что в какой-то момент мы умрем и как-то будем похоронены. Подробностей мы не знаем, но совершенно точно это произойдет. Смотрите, не стесняется книга «Бытия» этой истории. То есть закончена история Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, его братьев, других людей, которые здесь упомянуты. Но история Израиля продолжается. И книга «Бытия» — это как такое основание. Это как, собственно говоря, текст завета, который был заключен с Авраамом. Описание того, как этот завет соблюдался в отношении ближайших его потомков. Ну и вообще всех, кто вокруг него. Например, с лотом, как это произошло. И то, что будет дальше, будет продолжением этого завета. В какой-то момент будет заключен завет более конкретный, с народом Израиля. Мы об этом прочитаем в книге «Исход», безусловно. И поэтому смерть — это здесь часть жизни. Это просто еще одна ступень, еще одна смена поколений. Вот на той лестнице, по которой, как когда-то видел во сне, Иаков, ангелы спускались с небес на землю и поднимались на небеса. И вот, соответственно, эти истории жизни — это маленькие ступени, которые возводят народ туда, к Богу. А каждая из них сама по себе достойна описания. И поэтому некоторые ступени книга «Бытия» описывает очень подробно. Некоторые просто упоминает. Но история продолжается в книге «Исход», будет о заключении Нового Завета. Который будет, на самом деле, продолжением того, который был заключен когда-то, очень давно, с Ноем и его потомками, потом с Авраамом и его потомками. И вот народ израильский готовится к тому, чтобы, прожив часть своего исторического бытия в Египте, перейти туда, где действительно они обретут свою собственную землю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok